МАСЭР Мы должны постановиться больше по поводу МАСЭРа, то, что связано именно с нашим временем. Выполняя закон Торы, отделяя деньги, отделяя 10-ти нот зарплаты, мы, конечно же, этого не делаем. Но мудрецы постановили, что каждый еврей обязан отделять минимум 10%, максимум это 20%, потому что написано в Торе ТАСЭМАСЭР, то есть удвоенное это слово, и выводят из этого, что тот, кто хочет быть богатым, он может отделять 20%. Но обязанность лежит на каждом еврее отделять 10% от дохода. Будь то это зарплата, будь это просто находка какая-то, то есть то, что человек заработал непосредственным путем жизнедеятельности, назовем это так. Когда человек только начинает приближаться к соблюдению, его настигает небольшая паника, когда он слышит о том, что надо что-то кому-то отдавать. И он может спокойно спросить, почему, если я заработал своим честным трудом, почему я должен кому-то что-то отдавать. Если человек нуждается в помощи, в денежной или еще в какой-то, почему на мне лежит обязанность его вытащить из этой сложной ситуации. Если я сам честно заработал эти деньги, то пусть он тоже пойдет работать. Но здесь все работает наоборот. Мы обязаны помогать нашим ближним. Если он оказался сегодня в такой ситуации непростой, может быть, это показывает нам то, что и мы можем оказаться в такой непростой ситуации. Если наш ближний, будучи обеспеченным человеком, сегодня нуждается, может быть, лет через 20-30, может быть, даже через год, может, и мы окажемся в такой ситуации. Поэтому, чтобы это предотвратить, я назову это так, мы обязаны помочь этому человеку, показать ему, что он тоже не пустое место, что со всеми бывают проблемы, помочь ему немного. И, может быть, тогда мы не, я назову это даже, не удостоимся нуждаться в этой жизни. И всегда будем им состоять. Тогда, если мы пройдем этот этап жизни, это испытание, когда нам показывают, что мы можем кому-то помочь, и мы, да, действительно помогли, это говорит о том, что мы прошли этот рубеж. И тогда Всевышний не заставит нас быть в такой ситуации, что нам придется просить помощи. Мы думаем, что все, что мы заработали, это результат нашего труда, результат наших усилий. Но на самом деле все приходит свыше. Мы можем даже об этом не думать. Идти где-то встретить на улице какого-то старого знакомого. Он предложит нам работу или предложит что-то купить с большой скидкой. И мы будем думать, что либо мы такие молодцы, очень хорошую работу нашли и заработали, или очень сэкономили где-то, смогли найти где-то что-то подешевле. Но на самом деле кто заставил нас столкнуться с этим человеком? Мы могли опоздать на маршрутку, пойти дождь, выйти позже. Именно из-за этого мы увидели этого человека. Если человек начнет понимать, что все, что происходит, оно свыше, то тогда ему не будет так тяжело отдавать 10% от заработка. Потому что он понимает, что он как будто бы партнер Всевышнего. Всевышний ему говорит, заработай, но поделись. Если человек не делится, значит Всевышний перестанет ему давать заработок. Потому что найдется кто-то другой, кто более достоин этих денег. Поэтому очень важно человеку не забывать о том, что первое, есть очень большая заповедь помогать ближним. Второе, деньги, которые ему пришли, они пришли именно для того, чтобы он ими поделился. И тогда человеку будет легче соблюдать данную заповедь. И он будет хорошим, качественным, настоящим евреем. Всем шаббат шалом! Субтитры сделал DimaTorzok